Дорогие друзья, большой-большой привет! Готовим совершенно потрясающий салат! Необычный и очень вкусный, нежный и сочный! Очень красиво будет смотреться на праздничном столе! Начнём приготовление непосредственно с салатом, а потом, пока он будет охлаждаться в холодильнике, приготовим яичные блинчики. Для салата нам понадобится куриная грудка. У меня здесь 2 куриных филе, я уже их отварила. Забрасывала в кипящую подсоленную воду и варила ровно 20 минут с момента закипания. Тогда куриная грудка, куриное филе остаётся очень сочным и нежным. 200 г консервированных ананасов также нарежем небольшими кусочками. 2 плавленных сырка натираем на крупной тёрке. Легче всего натирать, если предварительно их слегка подморозить в морозилке. Ну и, по желанию, плавленный сыр можно заменить на обычный твёрдый. Добавляем зубчик чеснока. Салат подсолим. И осталось заправить майонезом. Спонсор сегодняшнего нашего видео майонез Ряба. Я буду использовать вот такой майонез фермерский с молоком и деревенским желтком. Имеет очень приятный сливочный вкус и вот такую густую консистенцию. Тщательно всё перемешиваем. Салат я пока уберу в холодильник. А пока займусь яичными блинчиками. Вбиваю в миску 5 яиц. Добавляю соль. Венчиком взбалтываю. И вот на этом можно остановиться и пожарить тоненькие яичные блинчики только из яиц и соли. Не добавляю молока и крахмала, как я в этот раз. Я решила добавить, чтобы увеличить количество блинчиков получившихся. Ну, в общем, это совершенно не обязательно. Можно просто добавить ещё одно яйцо, например. Я взяла здесь 50 мл молока. Добавляю 2 столовые ложки крахмала. У меня крахмал кукурузный. Можно взять картофельный. Добавляю и размешиваю так, чтобы не было комочков. Вливаю к яйцам. И ещё раз тщательно перемешиваю. Сковорода хорошенько разогрелась. Слегка смазала растительным маслом. Выливаем немножко яичной массы, чтобы блинчик получился тоненький-тоненький. Где не хватило, можно чуть-чуть добавить. И жарим с двух сторон до румяности. Буквально полминутки на огне, чуть выше среднего. И вот такой румяный блинчик готов. Ещё буквально 15 секунд. И можно снимать. В итоге у меня получилось 13 штук вот таких тонюсеньких солнечных блинчиков. Диаметр 17 см. Ну и теперь осталось только нафаршировать наши блинчики салатом. Кладу блинчик, добавляю пару столовых ложек, таких не очень полных. и заворачиваем трубочкой. Ну и таким же образом проделываем для всех блинчиков и салата. Ну и остаётся только красиво подать. Я каждый рулетик разрежу пополам и выложу по кругу тарелки. Каждый будет брать себе по рулетику на праздничном столе. Так, теперь второй этаж. Украшаем по своему вкусу. У меня помидорки черри и зелень. И можно подавать к столу. Блюдо получается совершенно изумительное, интересное, необычное, сочное и очень нежное одновременно. Красиво смотрится на столе. Удивит и порадует вас и ваших гостей. Попробуйте приготовить! Я от всей души желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!